Русское географическое общество отметило свой юбилей. 175 лет назад его основали по распоряжению Николая I. Магадан отпраздновал эту дату вместе со всей страной в библиотеке имени Пушкина. Магаданское отделение РГО создали примерно в 1960 году. Точной даты нет, потому что документально зафиксировано события не было. Однако, по словам специалистов, освоение Колымы неразрывно связано с деятельностью Русского географического общества. Но то, что нам 60 лет, это факт. И за все время существования общества, оно существовало, тоже не прекращало свою деятельность, а в тех или иных своих проектах, научных проектах, это в содружестве с нашими институтами биологических проблем Севера, с КНИИ, с ВГУ. И очень большое количество ученых, очень большое количество проектов за это время. Одно из последних достижений Магаданского отделения РГО – подтверждение новой вершины региона. Еще недавно высшей точкой региона был пик Билибина. Теперь же это хребет Охандя. Также в конце июля от организации отправилась экспедиция в Гижигинск – культурно-исторический город. Этот проект победил в конкурсе грантов Русского географического общества. Действительно, наша экспедиция, которая инициирована, поддержана Танцовым, правительством Магаданской области, это очень-очень здорово и важно, потому что этот средневековый город, единственный на Северо-Востоке, в то время нуждается в исследовании, нуждается в придании массового статуса, охраняемого наследия и так далее. На данный момент Русское географическое общество – самая старая действующая организация в стране. По словам экспертов, одна из главных задач РГО – собрать и распространить достоверные географические данные. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил организацию с юбилеем и отметил, что сейчас обществу сложнее, чем почти два столетия назад. Конечно, русскому географическому обществу сейчас тяжелее, чем 175 лет назад. Было много белых пятен, нужно было открывать, успевать, бегом, название давать. Наверное, уже мало осталось таких точек. Сотрудников Русского географического общества наградили благодарственными письмами и грамотами. Сейчас организация ведет активную работу в Туристской области. Для школьников проводят открытые уроки по исторически значимым местам, снимают фильмы, студенты отправляются в экспедиции. По словам специалистов, нужно сохранить историческое наследие и не останавливаться на достигнутом.